Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 18 апреля, обманчивое солнышко. У нас сегодня первая морозная ночь. Бедный лук Суворова весь покрылся инием. Он в прошлом году у меня три раза замерзал и оттаивал. И все, минус три было ночью. И с сегодняшнего дня температура ночная пойдет на понижение. Завтра минус четыре, послезавтра минус шесть. Впереди нас ждет морозная неделя. А мы сейчас посмотрим, как переночевали томаты. Ну, можно сказать, перезимовали, раз минусовая температура в теплицах. Все мои грядки зеленушки замерзли и покрылись инием. Ну, это ничего. Семена там еще не проклюнувшиеся. Все нормально. Все замерзла, все лужицы. Да, уж. Все томаты населения теперь прячутся у нас вот здесь, в этой уральской, ну, в теплице уральская легенда. Потому что она просторная. Потому что там уже я вчера высадила свои томаты. Сейчас мы посмотрим, как они там трясутся от холода. Ну, я вижу, что все у них здесь хорошо. Это как по принципу в тесноте да не в обиде. Тут вот малышня, защищенная от мороза вот этим пеноплексом. Все пригодились, все наши работы, все, что мы делали, все не напрасно. Потому что если бы вот этого переборки не было, тут бы нельзя было поставить, потому что холодно около стеночки. В придомовой теплице тоже невозможно их было оставить, потому что она там совсем не оборудована обогревом. Но здесь они, в принципе, тоже грелись не сильно-то, чем как только вот инфракрасные обогреватели вверху и все. Но тут за счет того, что она вот, опять же, утеплена со всех сторон, есть возможность сохранить томаты. Температура 15 градусов. Но это сейчас, потому что сейчас 8 утра и минус 1. А когда было минус 3, в 5 утра, в 6 утра, тут было всего градусов 8. Ну, для передержки ночной это нормально. Для спасения от мороза сам а то. Ну, сюда можно было бы и не заходить. Эта теплица уже обжитая, и я за нее не расстраиваюсь. Тут я посмотрела, тоже 15 градусов. У нас сейчас единственная проблема вот с этими затяжными морозами в том, что рассада, которая ждет своей очереди, но уже более взрослая, вот стоит. Она перерастает, и за эту неделю она может немножко подвытянуться. И вот в этой ситуации намного лучше выглядят те томаты, которые уже высажены рано. Хотя и было расстройство о них, переживание, вот что так рано высадили, вдруг замерзнут. Оказалось, что те, которых не высадили и пожалели, сделали им хуже. Вот так мы пережили морозную ночь, но это только первое. Когда будет минус 6, возможно, вот к этим инфракрасным обогревателям придется еще и свечкой ставить, старый бабушкин метод. Потому что, вы понимаете, не там прикрыть ничего нельзя. Видели там сплошное море томатов. Ни здесь прикрыть ничего нельзя, просто уже здесь так все разрослось, что ни о каких накрывашках, ни о гротканью, ничем их уже не... Ну как их прикроешь? Все, с собой только. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Сегодня короткий обзор, потому что у меня внук в гостях. Я потихоньку убежала из дома на 5 минут, пока он спит. Если он обнаружит, что меня нет, он будет... Ну, короче, соберется и тоже выбежит в огород. А очень холодно. Все. Ну, еще не удержалась кусочек. Хочу показать вам, как пустынно выглядит вот эта придомовая теплица после эвакуации рассады. Тут же стояли томаты, но все они сбежали в уральскую теплицу. Не только человек ищет, где лучше, но и томатики ищут, где теплее на ночь перезачевать. Так что теперь они будут сидеть всю морозную неделю там. Опустела. Домик томатный пустой. А веселая помидорка лайкуша напоминает вам. Поставьте лайк, если вам понравилось видео. Это поможет продвижению канала. И будет автору очень приятно.